однако здравствуйте господа ну чё спустя второе снятие коробки я нашел в чем причина представляете банально почему ломает синхроны сейчас вам покажу вот короба внутри первичный вторичный вал на нем одета халабуда промежуточный вал это у нас сторона где крышка под кардан эта сторона у нас кпп где первичный вал ты вот смотрите девчон вторичного вот сюда вставляется берем первичного что он легче так сделаем что видно было лучше уберу трешняк уже 1 7 разбираю просто только сейчас допедрил смотрите первичный вал надевается на вторичный оделся оделся и эти люфт чтобы у лица не было для этого он стягивается здесь прижимается подшипник хвостовик под коробкой промежуточный блин 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 не вижу я что на ней лежит вал подумает про ставочка которая давить будет подшипник сюда спидометр вален дальше идет нас хвостовик который входит вот так ну точнее не так а скорее всего все дальше так то есть он пока обождите что это получается надо набить хвостовик обратно сбить насколько все должно вот так четко четко входить то есть по идее по идее короче всем причины вал вот здесь для того что нету затяжки он вот так вот играет смотрите разбивая вам сальник кожу да все колено даже разбивает но вот то есть замена, то ли мы его не до конца одели. Вал должен встать. В общем, причины. Вот, смотрите, я уже сдвинул сейчас, она стала ходить. Было все зажато. То есть, вторичный вал, стопор. Короче, вторичный вал не давал полную посадку, потому что мешал подшипник. Они не соединялись вместе плотно. Из-за этого оно люфтило. И из-за этого, вот он, видите, как сидит? Шик. Все, не люфтит. Теперь одеваем. И, я думаю, даже вот так можно сделать. Ну, надо держать, понятно. Плотненько оно будет садиться. Вот, смотрите, люфт маленький-маленький вообще. Но вследствие того, что мы сейчас. То есть, это все затягивается с этой стороны крышка и с этой стороны крышка. Все затягивается. Будет нам счастье. Вот я ее все помыл. Вообще, прям всю. То есть, она промежуточная осталась. Так что, надеюсь, теперь больше с коробкой бед не будет. Показываю еще раз. Вот это вот, шестерня. Может кто-то не понял. Вдруг. По-моему, этот подшипник надо менять. Я не знаю просто где его взять, поэтому не буду менять. Вот. Смотрите, видите, шестерня должна как сидеть. Плотно. То есть, она, а у нас она сидит. Получается, вот сейчас это двину. Вот так. Вот она болтается вот так. Ездишь, 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 она болтается. И в итоге, бабась. И разбивает. Как я понял, все это случилось. Вот я еле-еле сдвинул вот этот подшипник обратно на место. Потому что там была метка его. То есть, он сильно сюда зашел, вытащив вал туда. Вот так вот. Потащив все шестерни назад. Вот первички. Создалось пространство вот здесь. Может быть, конечно, здесь шайба какая-то большая должна быть. Но, честно говоря, я не знаю. У меня первички нет второй. Поэтому я не могу сказать. Может быть, должно быть что-то еще стоять. Давить. Ну все, собираем. И будет нам счастье. Будет все работать. Что тут у нас. Хотя вот бьем, не болтается. Может, если только чуть-чуть. У меня просто такой пошипник нет. А может, он полуконический такой какой-то, нет? Ну-ка. Да, вот так, по-моему, крышка должна быть с той стороны. Да, вот эта крышка, по-моему. Почему должна быть? Потому что эта крышка ровно по диаметру. Болтается, да? Она ровно по диаметру первички. Вот там и внутри. Там масляные каналы. Хотя вот не знаю. Это же крышка, по идее, перекроет все масляные каналы. Еще непонятно, если честно, что это за крышечка такая. Если не ставить, что будет? Хрен да знает. Непонятно. Ну, я вам объяснил, почему ломает синхрону. Ну что, господа, наконец-то все. Смотрим. Вся коробка, смотрите, ходит. А вал не ходит. Глядя, диспочка. Вообще изумительно. Ну, кажется, сейчас выпрямится она. Слухи уйдут. А выпрямится она почему? Потому что вилка встанет. Так, стопор стоит. Раз, задняя. Первая. Все четко. Вот эти что-то плоховато включают. Ну, там, короче, надо смотреть. Что-то, может, не дает. Может, не так что-то, конечно. Но, по мне так, по-моему, все. Готово. Так. А, да. Не трасс. Сейчас вилки соберу, посмотрим. Хотя нет. Уже, наверное, не сейчас. Мне надо в газельвагене ролики смазать. А, и дальше куда-нибудь надо. Сегодня на бочке, кстати. Всех всех дальнобойщик с профессиональным праздником поздравляю. О! Весь день горобой это дело. Все, хорош, надо отдыхать. Дальше. Продолжаем. У меня установку у коробки поменял. Я, значит, стопор. Вот. Вот он у нас снаружи выглядит. Ой-ой-ой-ой. Вот он внутри. Он фиксирует скорость. Он тоже помогает фиксировать. Со своей, со старой крышки я, короче, взял. Просто с новой, сточиной. Так, от всего, которое у нас сломало. Это запасные части. Все в коробку пойдет у нас. Это наш хвостовик. Кстати, хвостовик. А, второй хвостовик. Запасной. Идем. Ну и все. Это, да? Творческий беспредел. Водки забираем. Так, так. Идем устанавливать. Мне нужен ключ на 12 для домкрата. Монтажка. Так, ключ на непонятно сколько. Где он? Самый непонятный ключ. Ё-ма-ё-ё, не вижу. Творец придет. Водок на 22. Монтажки не надо. Вот так. И чиститель возьмем. А, болтики. Что у нас? Почти на месте. Да. Такая конструкция не очень надежна. Сейчас надо, наверное, веревку еще одну взять. Подвязать первичный вал. Чтобы понадежнее, чтобы коробка висела. А то он у нас стоит на брусках. И надо попадать вон туда. Да? Наверное, да. М-м-да. Или же надо тут домкрат убрать. Или взять второй. Поднять двиг... Убрать чурочки. Опустить двигатель. Проще да будет? Редный запах. Еще скорость не включалась. Все собрано. Переставил. Дикорганы. Пошел еще инструмент убрать. Хочу, чтобы масло прогрелось чуть-чуть. Надо опустить выселение. Динфики заезжают вон. 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 Как всегда. Ночь. Все. Карабас стоит. Все готово. Машина просто хочет ехать. Ага. таран главный цилиндр опять накрылся шестигранники протру и домой пойду надо ел просто делаешь одно ломается другое опять 25 весь день коробку стоял инструмент все после жид мне сейчас надо так при на меня рейс просто завтра в 9 утра блин и газон взяли рейс пробовал пшикнуть надо крышу попробовать о блин тебя рекламу надо вытащить положишься в мэрс пока крыша 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 ладно буду смотреть как она растентоваться сюда надо как я понимаю стремянку затащить очередной денек наклейка были газончика отправились на газончик скоро уже приедет по району поехал прокатиться что значит антек нам привез запчастюлины где вообще цилиндр это все убрал старый это новый главный тормозной это вонючку блин вилсон было по факту это я не вижу вообще вилсон тут не сакамата сакамата освежитель воздуха 100 рублей прикиньте 100 капли эмали реального цвета под колпачком краску для чего нам краска где колпачок под колпачком нету тут нифига себе а вода это какая-то там по номеру она прям идет 200 какая-то для чего взял вот месседжи надо подкрасить его чуть-чуть поддуть но что-то по-моему она сильно желтая а посмотрим пока времени все равно это нет утро у нас раздача заявок прям не плотная кому работа кстати нужно машины с пропуском вот ну и желательно 17-18 поле как всегда там очистители как всегда у нас мыть мыть не перемыть кисточки это раму пройти сейчас изолента зеленую долю мою я не посмотрел в этой зеленой изоленты на валдай нам сегодня опять план банан снимаем будку короче на валдай когда я не знаю когда правда это делать все снимаем будку раму раздвигаем стол теперь у нас на стояночке тут будет навес надо делать я не знаю и Продолжение следует...